Физкульт-привет! В эти выходные краснодарцы отметили самый спортивный и бодрый праздник – День физкультурника. Само собой праздновали на теннисных кортах, футбольных полях и с луком у мишени. Дарья Безинская тоже стала участницей праздника, а в ряду других журналистов получила значок ГТО и готова поделиться эмоциями. Сила, бодрость, энергия. В выходные у Дворца спорта Олимп и взрослые дети начали зарядки. День физкультурника – настоящий праздник для горожан. Краснодар – один из самых спортивных в стране. Это отметил глава краевого центра Евгений Первышев. В Краснодаре, можно сказать, каждый второй является спортсменом, потому что мы устраиваем и массовые забеги, и велосипедные заезды. И проводим множество различных мероприятий и чемпионатов, которые собирают большое количество гостей. И, безусловно, каждый человек у нас старается создать даже нормативы ГТО. И у нас из года в год растет это количество. По статистике, 400 тысяч людей в городе Краснодаре занимаются регулярно спортом. Церемония награждения – яркое тому подтверждение. Несколько профессиональных атлетов получили почетное звание мастер спорта. А еще больше десяти журналистов – золотые и серебряные значки ГТО. Среди них и я, Дарья Безинская, и шеф-редактор Наталья Ястребова – моя коллега. Кстати, Наталья – профессионал не только в качественной вычитке текстов, но и в легкой атлетике. Теперь на каждом спортивном соревновании представляет наш телеканал. Честно не готовилась, специально не тренировалась. И я думаю, то, что вот свои 30 лет я пришла, как-то согнулась, отжалась, прыгнула и не развалилась. Это вот большое спасибо моему школьному тренеру, олимпийской чемпионке Людмиле Александровне Черновой. И таких физкультурников или будущих спортсменов на праздники собралось почти две тысячи. Для них открылись 20 площадок, где каждый мог поиграть в волейбол, футбол, поучаствовать в эстафете и записаться в секцию. Евгений Первышев прошел короткий мастер-класс у лучников второй спортшколы. Ее директор Самвел Петросян рассказал, что стрельба из лука – самый молодой вид спортовых школи. Учить ему начали два года назад. Но уже есть хорошие результаты. В 2017 году у нас уже по стрельбе из лука был призер первенства края. Опять же, благодаря администрации и управлению по спорту мы приобрели инвентарь необходимый для этого вида спорта. Это абсолютно новый вид. Рассчитывать на то, что он быстро наберет обороты тоже. Но заниматься надо. Он тоже имеет определенную популярность. В Краснодаре развивают и другие новые направления – воркаут, американский футбол. Но не забывают и о классических видах. Например, не было отбоя от посетителей у девятой школы, в которой преподают бокс. Для детей здесь устроили небольшую эстафету. Капитана одной из команд – Любовь Кадацкая. Она еще школьница, но уже кандидат мастера спорта. И участница сборной талантливых боксеров и кикбоксеров. Хотя сначала в семье не поняли желание девушки заниматься таким спортом. Я сама хотела записаться. Меня не разрешили, но потом меня все-таки отдали. Вот позанималась годик, поняла два. Поняла, что это мое. И начала больше и активнее им заниматься. На празднике царила просто невероятная атмосфера, замешающая позитивом. Все – и любители ЗОЖ, и физкультурники, и профессиональные спортсмены – участвовали в соревнованиях и зарядках. Но не ради наград, а потому что любят спорт и движение – это жизнь. Нарюбзинская, Николай Центрик, телекомпания «Краснодар».